Помидоры выращивают почти все люберчане, у кого есть дачный участок. Богатые витаминами и минералами сочные плоды полезны в любом виде. Свежие, соленые и маринованные. Александр Чайко поделился своими дачными советами, как правильно выращивать рассаду в домашних условиях. Чем раньше посеять семена, тем мы получим их раньше. В пору цветения вступит раньше помидоры, например. Значит, мы раньше получим с вами готовый вкусный результат. Чтобы семена дали хорошие всходы, их нужно правильно подготовить. За несколько недель до посадки многие огородники сначала их прогревают, затем обеззараживают слабым раствором органцовки. В последней декаде февраля у меня уже все были семечки посажены. Я не замачиваю, не потанцы с бубнами не устраиваю. У меня все быстро, я их проливаю кипятком. Просто вот рука терпит вода, тогда пробуждаются быстро семена. Например, не две недели всходят, а неделю. Для посева семян можно использовать как специальные терфяные горшочки, так и простые пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями на дне. Рассадные контейнеры выставляют на места с хорошим освещением. В упаковке, как правило, семян немного. Но если грамотно черенковать томаты, количество рассады можно увеличить. Я им отрезаю голову. Вот этот уже просится. Но не до листиков, которые не считаются листьями. Это же семидоли. Это как запас питательных веществ на первый старт. Мы их не считаем листиками. То есть нужно отрезать до первого листа настоящего. Потом у вас отсюда тоже пойдет пасынок, который вы разовьете в растение. А эти все вам головы, как я их называю, дадут вот такие вот корни. Черенки легко укореняются в грунте. На один квадратный метр высаживают 4-5 кустиков. Урожай будет такой же, как у материнского растения. Слабый раствор марганцовки не только дезинфицирует почву, но и окисляет ее. Поэтому для профилактики грибковых и бактериальных заболеваний используют более безобидные и эффективные препараты. Тот же фитоспорин убивает патогенную флору. Потом Максим препарат, красненький такой. Мой любимый вообще препарат, пожалуйста. Я без него никуда, я всегда его беру. Он у меня прям, ну десяток я беру. Высаживать помидоры в грунт нужно в первой декаде июня. И только после того, как установится теплая погода. Подготавливают почву минимум за полгода. Помидоры любят кушать, особенно фосфаты. Начать нужно с осени в землю до выпадки, до снега, до осадков. Все посыпать суперфосфатом. Первую подкормку, которая должна состоять из минеральных и органических удобрений, проводят спустя 10-12 дней после посадки. Навоз нужно применять с осторожностью. Будут огромные кусты вот такой толщины. Вот такие листья, помидорки будут вот такие. Он должен чуть-чуть голодать, чтобы оставить след потомства. А в навозе много что? Азота. Листовая пластинка будет нарастать. А нам нужно калий. В момент формирования плода калий. А чтобы не было пустоцвета, попрыскием борной кислотой. Томаты хорошо растут как в черноземе, так и в песчаной почве. Но если их выращивать дома на подоконнике, растениям необходимо солнце. А еще важно подобрать подходящий сорт. Маленькие низкорослые сорта. Коршечные. Например, «Балконное чудо», «Пиноккио». Вот такие. Они горошинками. С кустиком можно полтора килограмма. Сажаем только с хорошим настроением. Сходу на 10%. Люди уже энергетически подходят правильно. Семена томатов рекомендуют сажать до конца марта. Перед тем, как приступить к высадке в открытый грунт, нужно выбрать солнечный, но защищенный от ветра участок. Лучшими соседями для помидоров являются лук, огурцы, бобовые и капуста. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.